Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и в сегодняшнем ролике я вам покажу реальную работу так называемых народных укоренителей, народных стимуляторов при проращивании черенков винограда. Можно встретить массу информации про ивовую воду, про мед, какой он классный, про картофельные росточки, эссенцию из них. Вот сегодня я вам наглядно покажу, действительно ли это работает. Итак, для нашего опыта мы берем черенки винограда одного и того же сорта. В данном случае это ядвига гайлюнаса. За основу я взяла проращивание в воде как самый распространенный способ. Абсолютно мною нелюбимый, много раз я говорила, что этот способ мне крайне не нравится. Поясняла почему, я думаю, что еще в каком-нибудь ролике мы отдельно по этой теме поговорим. Но я взяла вот как массово совету, да, как там обещают стопроцентное укоренение. Об этом тоже мы отдельно поговорим. Берем, значит, вот этот способ за основу. Везде, значит, при вымачивании черенков и во всех баночках, кроме одной, мы использовали талую воду. И только одна баночка, это у нас была водопроводная. Черенки подготовили все как положено. Вымочили, даже удалили нижнюю почку и пробороздавали, скажем так, сделали классику. Итак, начинаем наш эксперимент. Здесь у нас картофельные ростки. 6 часов мы выдерживали. В этой баночке у нас мед. Также мы выдерживали 6 часов. Здесь у нас корневин раствор. Тоже 6 часов. Дальше немножко перескочим. Это у нас ивовая вода. Мы так все и оставляем. В идеале ивовые черенки мы должны были поставить раньше, чтобы они уже дали корешки. И тогда использовать эту воду. Ну, так получилось, что мы ее взяли иву вместе с черенками. Чуть-чуть видно, может, на камере не так. Постепенно что-то начинает прорастать. Поэтому первых несколько дней мы вот так вот оставим все вместе. И дальше у нас два варианта контроля. Это просто вода. Единственное, во всех баночках мы будем использовать талую воду. За исключением одной. То есть здесь обычная, без никаких добавок, талая вода. А здесь мы взяли водопроводную воду. Ну и тоже посмотрим, какие будут результаты. Всем водичку поменяла. Ну, за исключением ивовой, да, я уже объяснила. Все банки подписаны везде. Помечены уровни воды. Будем пробовать укоренять на воде. Ну, в общем-то, эксперимент начался. Вот так стоят наши череночки. Специально поставила их на стул, чтобы не возле окна, чтобы не было им там прохладно. Ну, в принципе, банки ничем не закрывала, чтобы было темненько. Потому что вот сегодня солнышко, да, так немножко ей света. Так здесь достаточно темновато. Десять дней прошло. Вот в иве появились такие достаточно большие корни. Теперь уже ивовые прутики, в принципе, можно достать и просто периодически с них водичку доливать в эту баночку. Ну, я посмотрю, может быть, и так оставлю. Я думаю, что для нашего эксперимента это не очень принципиально. Ну, вот смотрите, так же, да, десять дней прошло. Ну, начинают вот понемножку почечки раскрываться, набухать. Конечно, не на всех череночках, но становится уже процесс такой достаточно заметный. Итак, прошло 20 дней, но корней особо еще и не видно. Это особенности укоренения на воде 3, а то и 4 недели, а может быть и гораздо больше в зависимости от условий. Несмотря на то, что мы с вами используем стимуляторы корнеобразования. Эта комната достаточно теплая, здесь градуса 22, не меньше, тем не менее, видите. Пока что еще особых результатов нет. Ну, что мы видим? Что распустились почки? Практически на всех черенках. Единственное, кто у нас явно выделяется, поставлю на передний план, это баночка с медом. Здесь у нас только один черенок. У всех остальных почки только-только просыпаются. В других баночках почек проснулись гораздо больше. И вот уже первый вывод мы можем сделать. Если вы любите использовать мед, где-то наслушались каких-то рекомендаций, будьте готовы к такому результату. Результат налицо. Ну, и немножко, вот если посмотреть в баночки, вот эта баночка, мы используем здесь обычную воду, правда, талую. И вот, я говорила, да, что какие-то первые намеки. Мы образовывали черенки, и вот там уже видно, что какие-то процессы с корнями идут. Вот, вот, смотрите, вот здесь тоже, да, видно очень хорошо. Практически на всех черенках. Это вот у нас талая вода. Сейчас посмотрим водопроводную. Вот это обычная вода из подкрана. Смотрите, что у нас здесь. Вот. То есть пока вообще самые результативные, как ни странно, это баночки с простой водой. Причем особой разницы, что вода талая, что вода водопроводная, нет. Хотя у нас вода не самая лучшая. Посмотрим еще баночку с корневином, ну, скажем так, как эталонный укоренитель. Ну, вот есть, конечно, какие-то намеки на корешки. Вот на этом череночке, где он у нас. Так вот, вот, да, вот. Какие-то намеки есть, но пока они такие явные. Конечно, через некоторое время картинка может немножко и поменяться. Будем наблюдать. В остальных даже ничего не показываю, потому что, ну, показать нечего. Именно в плане корешков. Вершки, еще раз повторю, явно выделяется мед. Там почки распущены меньше всего. 24 день от начала нашего эксперимента и уже есть первые результаты. Зеленку я показывала, уже зеленка прет. Вот, но у нас появился первый корешок банка с обычной водой. Не, не совсем обычной, вру, это водотала. И вот у нас пошел первый корешок. Пока один, но остальное тут на всех черенках, в общем-то, дело, я думаю, что нескольких дней. В остальных баночках пока ничего. Вот-вот будут корни. Там, где использовался корневин, вот-вот будут корни. В обычной водопроводной хлорной воде. Картофельные ростки ничего пока особенного. Мед тоже. И, честно говоря, мед пока что показывает вообще самые худшие результаты. Не будем делать окончательных выводов. Может быть, что-то еще изменится. Но пока промежуточный результат именно такой. И в меду у нас почки раскрываются совсем слабо. Хотя в какой-то момент это может быть плюс. Ну и с корешками тут не особо. Да, есть какие-то намеки. Да, но по сравнению с обычной водой, как-то не очень. Ну вот вы видели некоторые промежуточные этапы. Сегодня у нас 27-й день от того момента, когда я поставила черенки в баночки. Не от момента вымочки, а именно когда поставили черенки. Я думала еще подержать чуть больше. Но на самом деле результат уже виден. И не вижу смысла что-то еще смотреть. Те, кто захочет увидеть ту суть, которую я хочу донести в видео, те увидят. Итак, 27-й день. Смотрим, что же у нас в баночках. Вот они наши баночки. Я специально пока что отвернула от вас подписи. Первое, конечно, что бросается в глаза, это большая зеленая масса. Это особенность укоренения на воде. И это именно то, из-за чего я это самое укоренение на воде не люблю. Смотрим дальше. Значит, баночка номер один. Смотрите, здесь у нас уже вот такая красота. Вот такие замечательные корешки. Сейчас я еще кого-нибудь подостаю. Ну, то есть видно, вот у нас здесь, правда, попалось 6 черенков. И из 6, 3, 4, 4 уже с корешками. Да, вот здесь 3 и 4 я выложила. И 2 остальных, в принципе, на подходе. То есть в этой баночке результат замечательный. Баночка номер 2, чтобы было наглянее, я буду выкладывать все на тряпочку. Значит, здесь у нас тоже 6 черенков. Вот мы их раскладываем. Корешки у 1. Вот, смотрите, корешки 1, 2. У 3 в намеках. Ну, у 4 тоже вот-вот пойдут. И 2 у нас пока-таки немножко под вопросом. Баночка номер 3. Даже нечего особо раскладывать. На одном черенке только корешок. А на остальных даже особых намеков нет. Сразу скажу, вот это мед. Уже показывала вам и промежуточный результат, что из всех баночек он явно выделяется. Здесь меньше всего были раскрыты почки. Ну, и вот. Ну, да, корешки есть один. Один. Остальных даже пока не видно. Баночка номер следующая. Здесь у нас примерно такая же картина. Да, у одного корешки. У остальных пока что даже без особых намеков. Ну, вот на этом, да, что-то есть на месте срезанной почки. Ну, так. Чего-то выдающегося нету. Следующее. Следующее здесь, что мы видим тоже. На одном черенке у нас есть корешки. На остальных, ну, вот-вот тоже вместе срезаны почки. Вот на этом, да, какие-то намеки есть. И последнюю. Смотрим баночку. Здесь у нас тоже один корешок. Ну, и, в принципе, результаты такие же, как и в предыдущих. То есть особых намеков нету. Даже для сравнения, чтобы было нагляднее. Вот, смотрите, я беру вот эти три черенка, максимально приближая их к пяточке. И беру черенки из самой первой банки. Те, у которых корней нету, все равно мы видим, что на месте бороздования процессы идут, да, то есть корешки, вот буквально пару дней, и они появятся. Да, вот здесь вот тоже, смотрите, идет подъем коры. То есть видно, что вопрос в пару днях, да, даже вот на месте почки здесь вот гораздо все красивее. Ну, а теперь, скажем так, снимаем маски. Первая баночка, где больше всего корней, это обычная вода. Ну, обычная, талая. Ну, без каких-либо добавок. Просто вода. Вторая баночка, это тоже вода. Но водопроводная. Из-под нашего крана хлорирована. У нас, к сожалению, в квартиру подается вода не самого лучшего качества. Тем не менее, видите, результат довольно неплохой. И вот остальные четыре баночки на мед я обращала внимание. Да, следующие. Это картофельные ростки. Следующая, это ивовая вода. И последняя баночка, это корневин. И я уже вам говорила, да, что я хотела еще немножко подождать, но вижу, что уже смысла нету. Чего-то ждать, результат очевиден. Ни мед, ни ивовая вода, ни картофельные ростки не работают. На воде укореняется даже лучше. И даже если бы у нас во всех баночках был одинаковый результат, то это говорила бы лишь о чем? О том, что все вот эти вот прибамбахи, они неэффективны. Что вы воду поставили, что вы в ивовую воду поставили. Причем его я показывала, то есть я держала ее долго, чтобы там вот максимально... Как бы чем объясняют эффективность ивовой воды? Когда ивовые веточки пускают корешки, эти корешки выделяют вещества, которые стимулируют корнеобразование у чего-то другого, что стоит в этой же баночке. И в ивовой воде, как бы там стояло долго, да? И вот эти вот веточки с корешками там тоже стояли долго. Но никакой эффективности нет. По меду я вообще вот... Я просто обращаю ваше внимание, что мед задерживает. Я уже рассказывала об этом несколько лет назад. Я показывала стимуляцию медом, да? Только в других условиях. Там я проращивала во влажном кокосе. И там я тоже показывала, что мед, он задерживает развитие. Он не то, что не помогает, он даже делает хуже. Опять же к вопросу о том, когда бывает, что у меня вот черенки не проросли. Подумайте, что вы делали. Вы послушали вот сказки про мед, как он стимулирует, он только задержал. При этом нужно еще как бы понимать, что разные сорта, они еще тоже могут по-разному отреагировать. И кому-то, может, мед не помешает, а кому-то помешает очень сильно. Потом не надо удивляться, почему у вас не проросло. Потому что вы просто помешали. И когда-то, да, мы сами говорили о том, что вот, ну вот, можно добавлять в качестве корня стимулятора, да, стимулятора роста. Ну, мы тоже где-то об этом почитали, где-то об этом услышали информации много, да. Но, к сожалению, мало кто ее проверяет. Сейчас мы проверили и наглядно убедились, что все вот это вот народное средство, все это ерунда. Конечно, можно еще проверять алоэ, можно еще проверять, не помню, там, ячмень или овес, хлорелу. Если у меня когда-то будет на то время желание, может быть, я проверю. Но, на самом деле, предполагаю, что результат будет такой же. Отдельно хочется сказать про корневин. Корневин, на самом деле, работает. Но очень важна концентрация и время выдержки в этом растворе. И там все очень индивидуально. Я делала стандартный 1 грамм на 1 литр. Но, возможно, для данного сорта надо было большую концентрацию применить. Но, повторю, что это очень индивидуально. И тут есть такая опасность, что если вы примените большую концентрацию, вы можете получить обалденную щетку корней. Тоже несколько лет назад я это показывала. Но почки вообще не распустятся. Мы получим палку с корнями, которая потом благополучно сгниет. То есть, здесь надо быть аккуратным. И, в принципе, в такой стандартной рекомендуемой дозе применять его смысла особого нет. Все будет укореняться и без этого. Конечно, использовать какие-то вот эти народные средства, либо не использовать, каждый решает сам. Более того, я уверена, что сейчас найдется кто-то, кто будет с пеной рта отставить, что я не права. И ибовая вода работает, и мед работает, и все работает. Ну, да, чередки потом укореняются. Но в обычной воде они укореняются, в общем-то, лучше и быстрее, либо с такой же эффективностью. То есть, для того, чтобы понять, работают средства или нет, нужно сравнить. А пока мы это не сравним, и сравнить не в разных годах, не в разных сезонах. Один и тот же сорт, в одно и то же время, в одних и тех же условиях. Вот тогда будет наглядный результат. Мы его увидели, да, показала вам. Уже выводы, как говорится, делайте сами. За сколько начинать проращивать? Когда у нас уже становится теплая погода, хорошие дни, то можно примерно отводить 25-30 дней. Этого будет плюс-минус достаточно. Если используете кельчеватор, то может быть более эффективно. Ну, в принципе, так, что с запасом, дней 35 до высадки вам вполне хватит. Для того, чтобы черенки укоренились, и потом их уже посадить в шкулку, либо на постоянное место, где им будет развиваться, гораздо лучше. Впрочем, это уже мы отклонились от темы. Тема наша была такая, что народные укоренители не работают. Ну, конечно, кто, в принципе, сомневается в том, прорастут черенки, или они прорастут, справится он или не справится, берите лучше саженцы. Саженцы вы посадили в землю, да, и они пошли в рост. Все гораздо проще, да, и не надо вот этих танцев с бубнами. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!